Следующая зима не грозит учащимся Баславской школы. При поддержке компании КАИК «Содействие» и администрации Чемчирского района было установлено автономное и бесперебойное отопление, которое обеспечит теплом все здание школы. Ранее школа отапливалась только при помощи электрических приборов. Однако из-за проблем с энергоснабжением помещения классов отапливались неполноценно. Помощь, оказанная школе, безвозмездная. И, конечно же, школьники и педагоги очень рады этому. Самое главное преимущество этих котлов в чем? Это твердотопливные котлы, которые актуальны для нас, для Абхазии. Это значит дрова и уголь. Мы специально выбирали именно такие, потому что мы очень сильно экономим электроэнергию. Вы, наверное, сами знаете, что у нас электроэнергия в дефиците. В основном это в зимний период. Поэтому наши детки, чтобы были в тепле. Преимущество этих котлов, что мало затрат у них, я имею в виду на дрова, на уголь и большое КПД. Но их КПД работает вполне для нашей зимы, комфортно и нормально. И еще, скажем так, с запасом. В Пославской школе обучаются 64 человека. Зимой, без постоянной подачи электроэнергии, школьники замерзали. Новое отопление не зависит от электричества, так как работает на угле и дровах. Для компании КАЭК-содействия этот проект не последний. По словам Тимура Корди, они готовы обеспечить теплом и другие социальные объекты Абхазии. Конечно, мы планируем, как я уже говорил, наша компания готова обеспечить все школы в Абхазии, детские учреждения, садики, скажем так. И вообще любые учреждения, социальные, не только социальные, мы готовы их обеспечить теплом. В этом у нас проблем нет. Ждем предложения, как говорится, и мы готовы участвовать в этом. Мы, в принципе, и с таким намерением и планировали, чтобы обеспечить всю Абхазию на сегодняшний день в связи с тем, что, еще раз говорю, что у нас дефицит электроэнергии. Поэтому мы готовы, наша компания готова это делать. Теперь учащиеся Баславской школы будут заниматься в комфортных условиях. От них требуется лишь одно – учиться и радоваться своими успехами. Ульяна Рожкова, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.